Субтитры делал DimaTorzok Алё! Короче, меня походу раскрыли. Дима, к кому хочешь? Давай! И смотри, мы осмотрели дом, нашли дофига улик, то что именно он в этом образе был, Миш. Что? В каком образе? Да, деньги, деньги это я взял. Только я видел, как вы в лесу ходили и вот её оставили. Ну я и подобрал себе, поднакидывал и просто под шумом забирал ещё. Да, он сказал то, что утащил козу на этот раз и убежал в лес. Поэтому, ребят, мы сейчас постараемся всё это осмотреть. Чёрт! Смотри! Смотри, здесь большая спуска! Чёрт! 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 Ложись! Чёрт! Не понял. Артём! Чёрт! Ребят, я его не вижу. Я не знаю, куда он пропал, ребят. Я дико переживаю. Я не понимаю. Чёрт! 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 Ребят, всем привет. В общем, включил камеру, как и обещал. Долго посмотрел в этом лесу. Пытался найти хоть какие-то следы, подтверждающие то, что Тёмыч реально пропал. Или как тут этот вот чёрный женец повлиял на него. В общем, ребят, ничего не нашёл. Смотрел чуть ли не под каждым кустиком. Позвонил Мише. Позвонил Тёмычу. Никто из них не берёт трубку. Я не понимаю вообще, что происходит. Сейчас направляюсь в деревню. Уже вот сел в машину. Хочу доехать до деревни, до дома Миши. И у деревенских спросить. И опять же Мишу попросить, чтобы они мне помогли найти Тёмыча. Может быть, как-то они мне помогут. Я не понимаю, ребят, вообще, что происходит. Я надеюсь, что я найду Тёмыча. Потому что очень всё непонятно произошло. Я вообще не понимаю изначально, откуда оказался этот женец снова. Ведь мы поймали реально Серёгу. Ведь мы реально всё закончили. Все подтверждающие факты, что именно Серёга был женцом, вы видели. Я не понимаю, ребят, как это происходит. Неужели реально кто-то ещё за этим стоит? И Серёга, когда звонил по телефону, якобы его рассекретили перед тем, как мы начали его связывать. Вы помните, да, ребят, в предыдущем ролике? Неужели реально есть какой-то человек, который вместе с ним проворачивает всю эту фигню? И неужели Серёга был реально под прикрытием, всё это делал? А кто-то на самом деле есть жнец или кто-то также в образе жнеца? В общем, ребят, непонятно. Мы совершенно не понимали с Тёмычем. Сейчас я не понимаю. Я надеюсь, что я найду в первую очередь Артёма. Мне это больше всего сейчас интересно. Только потом уже, если Тёмыч будет в состоянии и захочет, мы дальше будем как-то разбираться. И, ребят, если вам реально интересно узнать, кто же за этим всем стоит, если не Серёга, который, по сути, я реально думал 100% является жнецом. И я уверен, что многие из вас так думали. Просто напишите в комментах, реально ли кто-то ещё сейчас есть в образе жнеца? И неужели Серёга это... Ну, в общем, ребят, вы всё поняли, вы всё знаете. Напишите в комментах ваше мнение вообще по всей этой ситуации. Я сейчас дико переживаю, вот немножко даже заговариваюсь. Сейчас постараюсь максимально быстро найти Тёмыча. Уже отправляюсь, ребят, на машине в деревню. Поэтому, ребят, пожелайте мне удачи. Обязательно ставьте лайки, вы очень сильно нас поддержите этим. Не забывайте писать комментарии, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить наши новые ролики. Несмотря ни на что, несмотря на то, что монетизация на Ютубе сейчас полностью отключена, мы продолжаем снимать для вас ролики. Потому что, по сути, история продолжается, и мы видим вашу активность. Поэтому, ребят, спасибо вам за это огромное. Не забывайте подписаться на наш Телеграм-канал. Самые эксклюзивные ролики, всё общение, какие-то интересные информации по дальнейшей истории мы выкладываем там. Поэтому не забывайте. И, конечно же, подписывайтесь на наш Ютуб-канал. Ребят, а я погнал. Всё, ладно. Я надеюсь, что сейчас деревенские жители мне помогут. И всё будет хорошо. Я уже хочу скорее приехать туда и уже как-то помочь Тёмычу. Давайте ещё раз попробуем ему позвонить. Он тупо не берёт трубку. Он тупо не берёт трубку. Я не понимаю, как до него дозвониться. Вдруг он реально возьмёт, ребят. Ай, чёрт. Давай, братиш, бери. Нет, ребят, тупо идут гудки. Бесполезно. Вообще бесполезно. Бесполезно. Бассорист, бери. Елки facile. Икрим английский. Ребят, я совершенно не понимаю вообще, куда все пропали Только что были в доме Миши И там также ничего нет вообще Как след простыл ни деревенских, ни самого Миши Куда они все делись? Я сейчас попробую осмотреть всю деревню Ребят, она, естественно, огромная здесь дохренища домов Попробую по возможности кому-то зайти Узнать вообще, что здесь происходит Я не понимаю, куда все пропали Я не знаю, как найти Тёмыча И это была единственная надежда просто, что они мне сейчас помогут В общем, ребята, и вот это всё из головы не выходит То, что пропал Тёмыч То, что вот этот женец снова появился То, что Серёгу вроде посадили и всё нормально В общем, ребят, я не понимаю ничего Вообще, реально, по всей этой ситуации дохренища вопросов И я уверен, что у вас тоже вопросов не меньше Поэтому, ребят, давайте поступим так Я уверен, что всё будет хорошо И хотелось бы всё это вместе с вами обсудить И уже, надеюсь, с Тёмычем, да всё будет супер Поэтому давайте сделаем это в прямом эфире В приложении Пига Лайф Многие из вас по-любому знают то, что мы там с Тёмычем стримим Чтобы нас найти, очень просто Там по IT Zebra Success Вот точно так же, как и называется наш канал Поэтому вы точно не ошибётесь Найдёте, добавляйтесь в друзья, чтобы не пропустить прямой эфир Когда всё это закончится И когда мы с Тёмычем воссоединимся Узнаем огромное количество ответов на наши вопросы Мы обязательно зайдём в это приложение, чтобы провести прямой эфир Мы сделаем это очень скоро Чтобы обсудить вместе с вами всю эту историю Поэтому, ребят, как я сказал, качайте совершенно бесплатно По ссылке в описании И мы будем вас там ждать Чёрт Этот дом, по-моему Он говорил Влада какого-то, что ли А этот Юра Мужики! Чёрт Мужики! Чёрт Ребят, вообще никого Даже в деревне никого Я не понимаю вообще, куда все подевались Вся деревня была полна народом Куда они сейчас все попропадали просто Чёрт Посмотрите, какая грязьющая здесь Сейчас, ребят, переключусь на другую камеру Я надеюсь, что мне удастся хотя бы деревенских отыскать Мужики! Юр! Чёрт, не знаю, ребят Не знаю, буду Буду смотреть дальше И куда пропал Миша? Куда вообще все попропадали? Чего? Тёмыч Чёрт, ребят Там Тёмыч, и он не отвечает Подождите А вдруг там этот жнец? Стойте, ребят Я постараюсь тихо К Тёмычу подойти Но это Тёмыч Чёрт Там Тёмыч, ребят Вы видите? А чей-то дом я не помню Здесь никого Здесь никого, ребят Там Тёмыч Чёрт, ребят Сейчас посмотрим аккуратно Тёмыч мне не отвечает Возможно, чтобы не привлечь внимания этого жнеца Чёрт, чёрт 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 Братан, братан Братан Ты чёрт 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 Не меряйте под руки Чёрт Ты как здесь оказался, братан? Я не знаю Я не знаю Чёрт Чёрт Я тебя сейчас освопожу Я тебя освопожу Погоди Тёмыч Ты нормально? Ай Прости Прости Чёрт 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 Чё-чё-чё Там что-то железные руки запарские Да Ты прям привязан, как к железной балке от дома Аааа аааа Чёрт Чёрт Тёмыч, чё произошло? Объясни Чё произошло? Я так тебя обыскался Я так рад тебя видеть Чё тебе, чё, башка раскалывается тебе? Чё? Очертание кого? Жнеца? Да как такое возможно, Тёма, Серёга, ты сам знаешь где? Да, я знаю. Я не помню. Всё потом поплылось. Поплылось, я здесь оказался. Уже связаны руки, а не менее. Погоди, а здесь ты как оказался? Здесь есть кто-нибудь, нет? Ребят, как вы знаете, мы с Тёмочем уже огромнейшее количество времени и играем в GTA San Andreas Online на телефоне на третьем сервере. И ни для кого не секрет, ребят, то, что мы постоянно вместе с нашими подписчиками развиваемся в этой игре, очень круто проводим время, бесконечно как-то находимся в этой игре по времени, и, ребят, это всё нереально круто. И последний раз мы вас с Тёмочем попросили, чтобы, блин, как же было бы круто, если мы набьём разово тысячу человек в онлайне. То есть там это максимальное число, к которому можно зайти ежесекундно людям. И было бы круто, если все наши подписчики безошли. И, ребят, после того, как мы вас это попросили сделать, огромнейшее количество наших подписчиков захлынули в эту игру, и просто нам почти удалось набрать этот тысячу онлайна. И, блин, ребят, чуть-чуть осталось, поэтому давайте, пожалуйста, вместе с вами добьём реально эту офигительную цифру. Это будет нереально круто сделать ежесекундно. И если в этот момент вы ещё и попадёте на сходку, где мы также всё ещё планируем разыграть 3 миллиона, каждому человеку по миллиону игровых рублей, то это будет вообще просто самый классный подарок для вас, потому что многие из вас хотят купить в этой игре крутые тачки, хотят купить крутые дома, кто-то хочет купить автодомы и путешествовать по этому игровому миру. И да, ребят, мы эту возможность вам даём. Для тех, кто только сейчас хочет зарегистрироваться в этой игре совершенно бесплатно по ссылке в описании, мы сразу же предоставляем такую возможность прокатнуться на самой крутой тачке в этой игре Nissan GTR. Прямо сразу же, введя наш промокод SEBRAGTIM, вы сразу же получите офигенную тачку и сможете испробовать в этой игре эту машину с самого начала. Поэтому, ребят, если вы ещё думаете играть с нами или не играть, помочь нам добить вот эту тысячу ежесекундного онлайна или нет, то ни в коем случае не сомневайтесь в этом, помогите нам, это будет очень круто, мы очень круто проведём время, мы набьём очень крутой результат. И да, ребят, 3 миллиона игровых рублей мы в ближайшее время разыграем для вас в этой офигительной игре. Не забывайте, ссылка на совершенно бесплатную скачку игры в описании, и мы ждём вас каждого и всегда. Вы где вообще? Тёпыч, я не знаю, это деревня, это деревня Миши. Только никого нет, ни деревенских жителей, ни самого Миши. Я весь дом прочесал, весь лес прочесал. Сейчас орал хотя бы одному деревенскому жителю, чтобы он пришёл. Никого здесь нету. Чёрт, Диман, как так может быть? Я не знаю, Тиман, пойдём отцом. Мы же поймали его. Мы же поймали Серёга. Мы поймали, но... Значит, он не один действует. Ну погоди, ты здесь как оказался, ты помнишь? Нет? Нет, нет, я тебе говорю. Я видел очертание, потом перед глазами всё поплыло. Очертание этого жнеца. Хотя, хотя я до этого за секунду стрелял по его плащу. Чёрт, Диман, ложись! Это был другой. Чёрт, Тёпыч. Понимаю, потом я здесь просто оказался. Я не знаю, сколько я здесь просидел. Возьми камеру. Вот эту. Держи. Давай вымылим его, Диман. То есть кого? Я устал уже бегать за этим уродом. Ну, стой, погоди. Ты уверен, что он сюда принёс? Если он не один... Зачем он тебя привезал? Ты вообще что-нибудь, хоть малейшую капельку помнишь, что произошло? Ничего не помню. Я помню, только видел очертание, Диман. Как вариант, я туда сейчас спрячусь за сарай. Он же тебя неспроста здесь привезал. Давай обратно так же руки зафиксируй. Как-нибудь камеру вон поставь туда. Давайте, Мак, быстрее, пожалуйста. Нет, так плохо. Подожди. Сейчас куда-нибудь установлю, чтобы на всякий случай по-любому, по-любому он вернётся. У тебя в машине по-попить есть что? Да, Тёпыч, только здесь далеко ты не представляешь, как проходить сейчас по всей деревне на будущее. Подожди, садись тогда. Давай я тебе обратно накину верёвку, сам туда за сарай спрячусь и покончу с ним. Ну смотри, по возможности, Тёмыч, я всё возьму на себя, потому что ты сейчас вообще дико не в состоянии. Давай. Я из какого-то, Диман. Я понимаю, братан, потерпи чуть-чуть, мы должны с этим покончить, ты правильно говоришь. Но ты уверен, может быть, пока уедем, потом вернёмся лучше. Да сколько можно это продолжать? Он достал уже, Диман, а ты выходишь за все рамки. Тише, 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 Тёмыч, я понимаю твои эмоции. Давай, давай руки. Смотри, мне холодно, пипец. Давай. Он должен вернуться, Диман. Чёрт, можешь как-то послабее за тебя. Я вообще не буду затягивать, я так просто накину, чтобы ты в любую секунду мог... Я же лески не касался, Диман. Да, да, да. Чтобы ты просто мог вырваться, всё. Всё. Спасибо. Всё, давай, Тёмыч, ждём в общем... Ты спрячешься недалеко? А? Ты недалеко спрячешься. Я вон туда, за сарай. Давай, Диман. Давай, Диман, если он подойдёт, давай немножко полчасика там, я не знаю, потому что я больше не выдержу. Давай. Если он подойдёт, я постараюсь путинуть время, чтобы ты успел догнать сюда, прибежать или как-то его обезвредить, я не знаю. Я понял. Всё, давай, Тёмыч. Так, ты камеру снимает, да? Да, снимает, Диман. Всё, я пошёл. Чёрт, ребят, я дико переживаю за Тёмыча. По нему видно то, что он просто настрадался. Но, ребят, это единственная возможность сейчас просто взять и реально покончить с ним. Вот идеальное место. Чёрт. Только там. Главное, чтобы никого не было. Чтобы он отсюда не пошёл. Это огромный риск, ребят. Здесь какое-то помещение. Чёрт, ладно. Чёрт, ребят. Чёрт, ребят. Я его вижу, ребят. Он идёт. Чёрт, Тёмыч. Давай, брат. Давай, брат. Чёрт. Чёрт, он идёт. Он идёт, он идёт. Ребят, он подходит к Тёмычу. Чёрт, выждать правильный момент. Чего? Чё он делает? Ребят, он его... По его карманам лазит. Я думаю, вам хорошо видно. Я увеличил на максимум зум. Чёрт, он просто по карманам Тёмыча лазит. Как хорошо то, что он не догадывается. То, что Тёмыч давно уже развязанный в чувствах. Чёрт, ребят, он посмотрел. Кошелёк, чё за херня вообще? Да кто это может быть? Он ведёт себя как Серёга, как обычный вор просто, который обворовывает, забирает все деньги. Чёрт, давай, Тёмыч. Чёрт, что ещё? Чёрт, куда где камеры? Чёрт, это... это Бреша! Да! Тёмыч! Тёмыч! Подумаешься! Сыпанный урод! Камера, камера, забери! Пойдем, он убегает! Пойдем, Тёмыч, тачка там! Диман, ну я до сих пор просто в шоке. Ребята, вот мы с Диманом только что вернулись домой, мы не смогли найти Мишу. После того, как Диман помог мне подняться с этого снега, я просто был в шоке. Мало того, что вообще все, что это произошло, у меня как-то, можно сказать, часть памяти просто выбило, так еще вот эта вот драка, которая произошла около этого дома, мы даже не понимаем, что это за дом. Это был даже дом не Миши, да, Диман? Нет, 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 я Мишин дом до этого смотрел, Тёмыч, да. Это очень странно. И он убежал, ребята, естественно, Диман мне помог подняться, но мы так и не смогли его найти. Мы поколесили потом на машине вокруг деревни, ничего не смогли найти. Непонятно, ребят, что делать, что вообще произошло. Диман, ну получается, они сообщники, верно? Ну да, то есть получается, все это время Серега тогда звонил ему, ну вообще много, что показывало. Очень, очень много, ребят, это очень странно. Мы с Диманом даже предположить не могли, что действительно Сергею мог кто-то помогать. И особенно то, что это подозрение упадет на Мишу. Ребята, в общем, мы, конечно, немножко разочарованы в том, что это произошло, потому что мы ему верили, вы сами знаете, многие из вас верили ему, даже когда некоторые из вас писали в комментариях, что, возможно, это Миша, очень многие люди защищали его. И действительно, этому было объяснение. Мы сами с Диманом все видели, видели его отношения, его помощь для всей своей деревни. Это очень странно. И сейчас мы хотим спросить вас, ребят, напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях, что нам делать дальше. Мы сейчас с Диманом просто в таком шоке небольшом находимся. Пытаться ли найти Мишу, либо закончить эту историю, потому что мы уже рассекретили все, что здесь имеется, узнали, кто занимается этим в деревне, и оставить все как есть. Напишите в комментариях свое мнение, что вы вообще думаете по этому поводу. Просто, Тёма, что-то сейчас ты спросил, я согласен, то что мы вообще дико не ожидали от того, что это Миша. Когда я создал капюшон, у меня настолько было удивление в глазах, в лице, я думал, это было видно на камеру. Это Миша! И, блин, Тёма, что-то если сейчас прекращать, как-то просто забить на него, то, во-первых, понимаешь, мы... Хочется все равно, реально, ты правильно говоришь, мы... Он в доверии, втерся очень сильно, и хочется понять, спросить его, почему он так делал. Потому что, ладно, был бы какой-нибудь левый человек, вот как тот же Серега, да? Но когда это Миша, когда втерся в доверии, я ему верил, как и ты, и многие подписчики верили, то хочется у него спросить и понять, как это. Но знаешь, что самое жесть? Я когда тебя искал в лесу, потом у Миши дома, потом ходил по всей деревне, я вообще не видел ни одного деревенского жителя, Тёмыч, совершенно. Вообще, вся деревня пропала. Я помню, ты что такое мне говорил, когда на стуле сидел, но у меня тогда вообще не до этого было. Я вообще... То есть, понимаешь, последний звонок, когда мы до этого не видели с Мишей и звонили ему, он говорил, что его дома окружили все деревенские. Может быть, из-за того, что он почувствовал, что есть какое-то подозрение или что-то еще. Вдруг он со всеми деревенскими что-то сделал. Тиман, это очень странно, действительно. И вообще непонятно, зачем он прям вот только-только в тот момент, когда мы поймали Сергея, начал опять вот этот весь кипиш поднимать, да? Да, да, да. Просто, что это сделано просто как месть, показать нам свое место, что, типа, мы... Ну, видимо, мы его сообщник как бы ограничили. Да, и по сути, он сам позвонил нам, чтобы Серегу спалить. Но смотри, он перед деревенскими тогда попал бы в жуткую ситуацию, а здесь он заманил нас этим звонком и тебя выкрал этим самым. В общем, ребят, ну реально, мы в шоке насчет Миши, правильно Тёмыч сказал. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете. Будем ждать ваших ответов, обязательно прочитаем все в комментах, только после этого будем принимать какое-то решение, поэтому пишите, каждый ваш комментарий обязательно будет прочитан. Да, ребят, действительно, в зависимости от того, что вы напишете, то мы и будем, в принципе, делать. Поэтому сейчас ждем дальнейших событий, ваших ответов, и до новых встреч. Увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!